МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эндоскопический центр на страже нашего здоровья. Трудоустройство людей с инвалидностью. Квантофероновый тест против пробы МАНТУ. О работе Карагандинского эндоскопического центра и все, что нужно знать о зеленом строчковом горошке. Здравствуйте! В эфире программа «Будем здоровы!» Я Ирина Вобещевич. Речь мы будем сегодня вести о том, как сохранить и приумножить самое ценное, что у нас есть – здоровье. В многопрофильной больнице номер 3 в Караганзе работает эндоскопический центр. Современное эндоскопическое оборудование позволяет визуализировать ранние раковые и опухолевые заболевания. Более подробнее расскажет Индира Хамитова, заведующая эндоскопического центра. Эндоскопический центр многопрофильной больницы номер 3 расположен на территории больницы. Имеет достаточно не только площади, но и оборудования, и количество врачей для того, чтобы проводить эндоскопические процедуры, такие как видеогастроскопия, видеобронхоскопия, видеоколоноскопия, видеоларингоскопия. Для этого у нас современное оборудование, которое может рассматривать, имеет разрешающие способности, чтобы видеть до клеточного уровня. Благодаря этому оборудованию мы можем выявить какие-то новообразования, которые в ранний период, которые расположены только в пределах слизистой, таким же эндоскопическим путем, не открывая какие-то полости, как грудную, так и брюшную, мы можем удалить эндоскопический, и пациент достаточно быстро восстанавливается после этих операций и имеет меньше осложнений. Сейчас будет проводиться процедура по удалению раннего рака в желудке. При отсутствии такого оборудования хирурги вынуждены брать сами и убирать целый орган. Мы же убираем только ту часть слизистой, которая поражена. Это достаточно радикально, и человек остается с целым желудком, но при этом без заболевания. Также уникальность нашего центра в том, что мы можем брать биопсийный материал, то есть доказывать опухоли или не опухоль злокачественная, или не злокачественная. Таких опухолей, которые находятся очень далеко от доступа как эндоскопического, так и хирургического. То есть мы можем смотреть лимфоузлы средостения и брать оттуда биопсию. Мы можем смотреть опухоли поджелудочной железы, которые мало доступны кому-либо, и брать биопсию, не вскрывая брюшную полость или грудную полость. И при этом мы получаем гистологический материал, который помогает потом при химиотерапии и лучевой терапии. С каждым годом после открытия центра у нас увеличивается количество всех операций и манипуляций. И мы думаем, что дальше мы будем наращивать наши объемы, потому что планируется закуп дополнительного оборудования, который поможет не только делать какие-то операции, но и более тонко и глубоко диагностировать. Сейчас у нас есть такое оборудование и докупается дополнительно, чтобы мы проводили этот чекап здесь. Полностью со всеми вытекающими процедурами, которые мы можем сделать в объеме диагностики. В Карагандинской области у людей с инвалидностью стало больше шансов трудоустроиться. Глава региона Ермоганбет Боликпаев поручил в этом году обеспечить постоянной работой не меньше тысячи человек, нуждающихся в поддержке. К поставленной цели идут активно. Для этого используют все возможные механизмы госпрограммы, внедряют новые проекты. Обеспечение всеми мерами занятости охвачено у нас 817 лиц с инвалидностью. Это у нас направление и на общественные работы, и на проекты серебряный возраст, на молодежную практику, на проекты первые рабочие места. По поручению главы региона во всех городах и районах проанализировали ситуацию с трудоустройством людей с инвалидностью. Из 817 лиц, охваченных мерами занятости, 604 трудоустроены на субсидируемые вакансии социальные рабочие места. К примеру, по проекту «Серебряный возраст» нашли работу 92 человека с инвалидностью. Еще 7 помог проект «Первое рабочее место». При поддержке государства работодателями создано 8 специальных рабочих мест с нарушением слуха в городах Караганда, Шахтинск, Абайском районах, в городе Балхаш, Бухаржавском районе. Рабочие места созданы по таким специальностям, как мастер химчистки, ремонт обуви, операторы видеонаблюдения, автомойщики. Людям с ограниченными возможностями также помогают открыть свое дело. Основам бизнеса обучают по проекту «Бастау Бизнес». И затем есть возможность получить гранты или льготные кредиты. Рассказали о новом проекте. Людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, бесплатно обучают цифровым профессиям с последующим трудоустройством. Полугодовые курсы организованы на базе Терриконовой долины. Занятия будут проводить сертифицированные специалисты международных технопарков. Предусмотрена стажировка в IT-компаниях Караганды. Сейчас идет прием заявок. На первый поток наберут 100 человек. На одной встрече в 2023 году по поддержке лиц с инвалидностью общественности учителей с инвалидностью поднят вопрос необходимости осуществления ремонта кресел-колясок. По вашему поручению выделены средства и управление. Проведена работа по внедрению проекта ремонта кресла-колясок в области. Открывшаяся неделю назад Инвосту уже активно работает. Приняли 25 заявок и отремонтировали 18 кресел-колясок. И это тоже один из способов трудоустройства людей с инвалидностью. Ремонт колясок очень хорошее дело. Но у меня вопрос, Асим Аджана. А как вот в других городах, Балхаш, условно отдаленные, как они доставляют? Это доставляется сюда или это только в Караганде? Как эта работа организована? Вот условно там при Озерске, Балхаше или там Каркарлийске где-то есть такие проблемы, которые надо отремонтировать? Как это будет отрабатываться? Глава региона поручил отработать систему, чтобы даже в отдаленных сельских районах люди могли воспользоваться услугой. На совещании также рассказали об Инво-таксе. Эта услуга действует во всех городах и районах области. Об обеспечении средствами реабилитации, отправке на санаторно-курортное лечение. Аким области Ермаганбет Буликпаев отметил, что деньги из бюджета на социальную поддержку людей с инвалидностью выделены. Надо обеспечить качество услуг. Центры социальной адаптации лиц с инвалидностью сейчас работают в Караганде, Балхаше и Абайе. Глава региона поручил до конца года открыть такие же организации в Семертаусе, Рани, Шахтинске. Вы говорите о том, что 3 тысячи человек, более 3 тысячи человек изъявили работу. Да, с которыми нам надо работать, да. С которых надо трудоустроить. Да. Настя Майджановна, давайте это серьезно работайте. Мне в следующий раз в разрезе регионов покажете, где и что идет. И желательно это должно быть постоянные рабочие места. Туберкулез – чума 21 века, который уносит жизни без разбора и деления на бедных и богатых, молодых и старых. Если раньше считалось, что туберкулез – это болезнь исключительно социальных членов общества, то в нынешнее время стало известно, что это далеко не так. Каждый раз, находясь в общественном месте, мы подвергаем себя опасности заражения туберкулезом. Не зря врачи настоятельно рекомендуют проходить обследование уфтезиатра хотя бы раз в год, чтобы уберечь себя от нежелательных последствий. При обнаружении туберкулеза в начальных стадиях вероятность полного выздоровления составляет практически 100%. Всем известна проба МАНТУ, которую делали каждый год еще со школьных времен. Но мало кто знает, что медицина давно шагнула вперед и появился куда более чувствительный и менее опасный метод – туберкулиновой пробы. Это так называемый квантифероновый тест. Данный тест представляет собой анализ крови, используемый для диагностики как латентного, так и активной формы туберкулеза. Тест измеряется интенсивностью клеточного иммунитета, ответа на антиген, выработанный и продуцирующий микобактериями туберкулеза. Люди, инфицированные туберкулезной инфекцией, они содержат в крови Т-лимфоциты, и вот эти Т-лимфоциты распознаются данным анализом. В полном объеме мы работаем с января. Существует 4 группы населения, которые попадают на подобследование этого анализа. Это, в первую очередь, дети из группы Риска, это все контактные, который был контакт с активной формой туберкулеза, это мы, медицинские работники, и люди, состоящие на учете и получающие геноинженерную терапию. Во-первых, это как альтернатива кожной пробы, кожной пробы МОНТО. Но в этом случае есть противопоказания, есть какие-то медотводы, и есть гиперчувствительность. Данный анализ определяется по крови, и мы выявляем безошибочно, если он есть, то мы выявляем латентную форму туберкулеза. Это носительство туберкулезной инфекции. Помните детскую загадку, зимой и летом одним цветом? Ответом на нее может быть вполне зеленый горошек. Только зимой нам привычнее видеть его в консервной банке, а летом в стручках. Зеленый стручковый горошек, по сути, является незрелым горохом. Молодые горошины удобно сидят на местах в ярко-зеленых стручках. Горошек зеленый стручковый часто называют сладким, сахарным, молодым или необычным словом – манштум. То есть все съедобно. Стручковый горошек можно употреблять в пищу целиком. Стручок сочный и сладкий, со свежим запахом лета. Что такого ценного в этих изумрудных жемчужинах, и почему сейчас они полезны как никогда? Зеленый или садовый горошек – чемпион среди овощей по запасам растительного белка. Для сравнения, в белокочанной капусте его содержится почти втрое меньше, а в моркови – в четверо. Горох даже богат аминокислотами, органическими соединениями, самыми разными функциями. В первую очередь они являются теми самыми кирпичиками, из которых строятся все белки в нашем организме. А еще они поддерживают иммунную систему, синтез гормонов и ферментов, проводимость нервных импульсов. Витаминно-минеральный состав у молодого горошка невероятно насыщенный. Больше всего в нем витамина А, К, С и группы В, а также калия, магния, марганца, железа и меди. Помимо всего прочего, в сочных горошинах есть вещество под названием лизин. Он помогает наращивать мышечную ткань, улучшает работу мозга, делает кости прочнее и участвует в выработке антител для сопротивления простудным заболеваниям. Научно доказано, что при регулярном употреблении его в пищу повышается плотность костей, снижается риск переломов. Не зря врачи рекомендуют включать молодой горошек в рацион детям, пожилым людям и женщинам после 50 лет. Благодаря клетчатке горошек отлично справляется и с ролью пробиотика. Он служит любимой пищей, полезным бактериям в кишечнике. Насыщаясь ею, они становятся сильнее и многочисленнее. Как результат, улучшается микрофлора и налаживается обмен веществ. Молодой горошек при регулярном употреблении способен снижать уровень плохого холестерина. Ученые финского фонда исследования сердца обнаружили подтверждение этого факта. Биологически активные вещества в составе горошка защищают кровеносные сосуды от повреждений. Это важно, поскольку бляшки чаще всего образуются именно на сосудах с дефектами. Разумеется, как и любые бобовые, садовый горошек вызывает вздутие живота и дискомфорт в кишечнике, так что ешьте его в умеренном количестве. А вот аллергия на него встречается крайне редко. Наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих близких. И будем здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова